сбросив коды неисправности путем отворачивания клеммы минусовую клемму отвернули коды неисправности сбросились то есть на 0 опять завернули завели двигатель включили самодиагностику как я показывал до этого и у нас высветила всего лишь одна ошибка электромагнитный перепускной клапан вот он находится на насосе высокого давления тнвд вот здесь сейчас получу посвечу вот он электромагнитный клапан вот он стоит вертикально вот это вот сверху это у него защитный колпачок сейчас мы этот защитный колпачок снимем снимаем защитный колпачок это я уже снимал так то он тяжело снимается откручиваем вот здесь вот гайку на 10 ключ на 10 вот этим вот ключом откручиваем гайку сделаю я метку взял лак для ногтей у жены сделал метку теперь на пол оборота мне надо его закрутить вниз чтобы он не перепускал топливо иначе из-за этого машина глохнет головка на 5 миллиметров вот этот вот поворачиваем на пол оборота ориентируясь на мазок который сделал лаком головка вот такая тот руки идет без всякого ключа все поехали вот так вот пальцем вот вижу он работает вот мне надо развалить только пальцы не дожди на не надо нога походу не этим ножиком тоньше надо или толще и на наоборот возьми его ну а вот так вот так должен пойти я пальцы боюсь поэтому не развальцовывать потихоньку посередине надо не она чтоб уперлась в это она сейчас уперлась все я я это понял птицы уперлась вот сейчас стоит конкретно на камеру скажу ни разу не разбирал первый раз самому интересно что же там заплунженная пара как она работает что надо переворачивать не спать уж перевернем я подержу вот так и перевернем что отсюда палец нет я обойду палец просто убрать да еще рано он то он не сильно и стреляет там пружинка не очень она в четырех местах была завальцована да ну где-то до нарядчу там уху дал но да тут до меня разбирали короче он же деланный переделанный грубо говоря там шайбу перевернул что ли кто я так и понял нифига почему она к вверх ногами стояла но я не должен ошибаться ну-ка попробуй вы чего должна выскочить ну при отпустил рукой приподними потихоньку и упирается упираюсь кому здесь как на этой странице увидел андрей николаевич развальцовывать постарался что-то делал на века а чем завальцовывать а я специальный бородок взял тупой у меня есть магазинный тупой бородочек я с собой его взял ну стоит пока я понял я же вижу в каких местах это только пальцы это выбирает что-то ножка не попасть я живешь в каких местах выдержит например на сейчас уже выходе должны быть поскольку теперь стоп теперь вам это я держу в ты раскручивай тесы и тесы и мы это все на тряпочку разложим хаотично о повернем все папа видео давай хаотично все это тут сложного ничего нет так главное не изношено было да вот так пружинка вот она где эта шайбочка в том месте а вот она шайба да сейчас увидишь вот он стакан ну кунженая пара так где шайба или не в этом месте шайба это шайба должна быть шайба где-то должна быть прямо а когда последний раз разбирал да я один раз всего его разбирал ну ка ну вот когда начал мозг не парить а шейба вот тут может быть так это вот вчера да да ну 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 афиг до месяца два назад вот она шайба вот тут а вот она наша и посмотри вот видишь вот это место теперь смотри как шайба тут стоит вот правильно ли она об посмотри вот меня чуна накалила если износ там видно для что больше да вот тут а больше износ а вот тут а меньше износ значит и и а А вот стояла она вот так вот. Значит, она когда-то стояла вот так вот, а её кто-то перевернул потолще было. Типа износилась! И admirал внимание. Видишь, какая наработка? Блеск. Видишь, может она её вернуть в старое положение. Вот сейчас она вот так. Потому что я что разбираю? Я всегда запоминаю. Вот почему она так перевернута, для чего? ну если происходит износ значит шайба становится тоньше там она на сколько-то микрон стало меньше на сотку на 2 из-за этого перевернули чтобы опять толщину оставить так потому что то что разбиралась вот из-за этой развальцовки я заметил то что ее уже кто-то разбирал и вот эту шайбу заметил что ее кто-то перевернул ну я потому что я вот эти моменты замечаю что а там черный ничего больше все ну она вот этим штоком этим электромагнитом давит от что давид и она вот когда верхнем положении ее затыкает пружинка до наоборот к верху а нет к верху закрывает пишу что затыкает до закрывает а когда напряжение она давит и открывает получается так наверно тут еще можно дальше сделать сейчас соберем поставим она же заводится вот послушай она заводится заведем а социалографом почему социалографом а социалограф не садит ничего он просто импульс показывает и в тот момент когда она начинает заглыхать этот импульс падает вниз или то есть напряжение теряется или нет на проводе еще надо собирать и давай перевернем когда я просто вот его разобрал мне интересно было что то и как у-то собрал вода на месяца 2 у меня работала нормально даже месяца железно просто разобрал собрал и все и все то ли ту-то вот это место поменял развороты того то ли вот это и она работала нормально но собрал ее точно так же как разобрал полем это там плунжер внутри он скорее всего пружинкой да он там же тоже отверстие может там что попало туда я это все в бензине промывал вот до этой я не дошел где фонарь это как иголка это ну да поплавковой камере типа того там поди кончик обрезиненный нет нет разве так давление этого ее вот так то он это разбитый раз да ну ты я могу еще и луку притащить что выработал там случайно он может еще и закрывает наоборот если бы он не за же я из рук не буду брать если бы он не закрывал то она бы не заглыхала она закрывает смысл то смотри в чем когда он отключены он заткнутый да он закрывает когда открытый он открывается и какой-то канал перекрывает он именно перепускной почему перепускной давление повышается он раз перепускает вот в это место значит падает да вот вот еще система тоже вот так вот все было вот она система он вот сюда подает ну давай дунем этим компрессором может быть вылетит что-нибудь давай попробуем убери иголку сейчас сейчас разберу как этого а вот этот я чё-то и не вытаскивал даже я но в бензине я все промывал там только чтоб ничего не вылетел жилье там нет подожди дай постукаю нет нет там но и должно быть то будет сейчас это полетит 10 очков вот где-то поискать в интернете может быть есть форум люди пишут делали может действительно вот это вот то что кончик иглы расплющенный сильная гонди кончик иглы раз давай сюда дунем он расплеснутый расплеснутый вот эти все ли машину то он глушит глушит потому что не хватает топлива а топлива в каком случае либо она не поступает либо на соседнюю магистрали уходит правильно и там пишут что она уходит в магистраль подожди тут а вот еще какая фишка есть бы собрать назад с ней собрать соберем вот она видишь тоже ну типа жиклера да видишь набита как на клапане поясочек тоже что-то перекрывает перепускает вот я бы понимал в этом все я вот приблизительно то понимаю вот досконально не не это ну и чё с шайбой то будем делать также оставляем или перевернем в исходное положение как она раньше даже не знаю хочу просто так оставить вот смотри если износ был то кажется нужно оставлять также кто-то смотри даже вон сколы видишь сколы вижу ближе ко мне когда ну давай измерим микрометром если хочешь толщина намного меньше или она а тут а чуть-чуть выработана с этого места и и кто-то уже перевернул специально какой-то буртик вроде есть нога и и так видно что она уработка если вот эти у сколы на их сколы может перепускать а я то когда закручиваю внутрь игла опускается ты от при поднимает получается а может вот как раз этой толщины не хватает а если сильно опускаю вниз зажигание вырубаю он должен назад затянуть а я уже его за тогда надо регулировать аж по это по градусам по 10 градусов ну да по чуть-чуть пробовать пробовать методом тыка так короче так оставляю как она была где по целее место ну да лучше так я думаю что да короче так убрали туда не будем дуть может иголочка это зависать будет давай дунем прилип козел . точность зеркальная залипла ничего чтоб не улетел и и вот эти вот крайки отдует кто-то может дайте быть калины типа да 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 крошечки соли там видишь тоже перепуск какой-то да не может она через него и переда без него то никак это я понимаю в принципе как работает но теперь надо завальцевать это все дело будет даже не хочу да нет зачем я тупым этим взял молоточек можно отверткой так пусть пока так будет все сейчас я пора дульку возьму тупую и чё говоришь теперь четыре точки сделать синхронно все работает запись пошла ну вот клапан почистили завальцевали в четырех точках пытаемся поставить на место или не пытаемся должны поставить слова пытаемся здесь неуместно обязаны поставить пока идет от руки прекрасно она видимо до резинки не дошла до поэтому идет нормально без ключа здесь и как ключ для отворачивания на 32 уже уже тяжело все хорошими немножко неудобств опять на это уже нажать на это же и вот на этот который ключ широкий плохо заворачивать поэтому надо срезать ключ срезали теперь удобно будет подлазить вот еще конечно можно заусенцы поснимать здесь так крутили крутили мы эту регулировку значит добились чего когда в ворачиваем и вы ворачиваем ее вовнутрь до конца машина идет в разнос приходится глушить когда отворачиваем в любом положении заводится и там внутри шайба проворачивается или иголка это проворачивается и машина начинает глохнуть то есть если машина заглох заглохла вот этот вот и вот эту регулировку делаем немножко ну полмиллиметра влево вправо машина опять заводится и может работать несколько минут без заглыхания то есть придется менять вот этот клапан клапан отсечки топлива так будем говорить сейчас попробуем попробуем завести так вот машина вывелась работает видите все четко работает и в любом моменте можно забросить